Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный поезд призрак! Слушай, Бобиан, а где Андрюха-то? Я не знаю. Договорились встретиться в 15.00, уже 15.03, он опаздывает. Ну да, как обычно, блин. И чё нам делать? Мы же договорились поехать отдохнуть в лес на шашлыки, костёр пожечь, кемпинг. Да, ну давай, может, без него туда поедем. Ну давай, наверное, по-тихому уже выезжать будем, я не знаю, где он. О, смотри, едет. О, явился, не запылился. Самалеку, парни! Самалеку, братичка! Где ты был? Ну у меня тут, это, закипел электровелосипед, смотрите, чё-то с дымом не то. Мы уже хотели без тебя уезжать. Чё, на туре? Да. Ну вы даёте, пацаны. А чё, мы на машине поедем, да? На какое? Мы на великах поедем, это не наша тачка, отойди. В смысле, парни? Я думал, мы на тачке. Нет, на великах едем, поехали. Да ну, серьёзно, а вы чё там всё по карманам расфасовывали, раскидали, да? Конечно, там уже всё на месте есть, там уже всё готово, весь кемпинг. А, на туре, да? Да, поехали, Андрюха, время только тратим, так охота уже в лесу посидеть. Ну всё, ладно, крутите педали, парни, а я поехал на своём электросамокате электровелосипедия. Кстати, Бобяна, а какой шашлык будет? Свинячий? Да, мышачий. Или курячий? Поросячий. Поросячий? Это ты поросячий. Я понял, с какого это стати, с какого перепуга. Ладно, парни, поехали отдохнём. Кемпинг, всё-таки летние каникулы, можно отдыхать в лесу и кайфовать. Погнали. Бобис? А? Ты у мамы взял велик? У батя. Ага, понял. Ну вот, мужики, смотрите, справа это наш домик, там будем ночевать. О, с кайфом. Ага. Прикольно такой особняк, исторический прям. Да, вообще крутой. И где-то здесь неподалёку... А, вон, смотрите, на холмике, там будет наш кемпинг. Там он уже всё поставили. Красиво. В смысле, там какие-то ящики поставили, не понял. Ну, пойдёмте посмотрим. Короче, в этом домике будем ночевать. Мы его арендовали на двое суток. Ага. И вот здесь арендовали ещё кемпинг. Мне тогда сказали, что там будет всё готово. Давайте посмотрим. Ой. А где тут всё готово? Что это, наверное, подразумевало, что всё готово? Знаете чё, скорее всего, нам просто в ящиках оставили оборудование и всё необходимое для кемпинга. И мы должны его будем сами построить. О, я думал, сейчас отдыхать будем. Да. Я вообще-то деньги заплатил за то, чтобы нам всё сделали. Видимо, придётся самим. Ну ладно, уже другого пути нет. Обратно не хочется ехать. Знаешь, кто это, Димон? Кто? Ты мамонт. Что, меня заскамили, что ли? Получается, да. На, лови деревяшку. Ладно, давайте помогайте. Открывайте ящики и давайте делать уже. Ну давайте. Ну давай, поехали. Я тут буду костёр пока ставить. Пошёл отдыхать, а опять работа получается. Ладно, сейчас быстро лагерь разобьём и будем кайфовать. Да. Ну вот, парни, совсем другое дело. Палаточки у нас есть, костёрчик сейчас будет, свечки, стульчики. И знаете чё, парни, у меня для вас есть? Ну-ка. Как насчёт страшных историй у костра? У меня есть одна очень страшная история. Звучит очень круто и очень страшно. Капец я устал. Сейчас я подую, мужики, и костёр разжётся. Давай, Андрюха, раздувай угли. Сейчас, Бобяна, расскажу страшную историю. Да. Давай, раздувай, раздувай, Андрюха. Дуй давай. Иди помоги. Сейчас, сейчас. Эта бумажка... Она не разгорается. Не знаю, Андрюха, почему. О! Вот это костёр. Опачки, всё, пошёл процесс. Ну ладно, садитесь. Слушайте, парни. Ну-ка, а что за история этого рассказывает? Сейчас расскажу вам одну историю. Давным-давно, миллионы лет назад, был на планете поезд. Он каждый день ездил по одному и тому же маршруту. Но в один день его судьба изменилась. Он, как обычно, выехал с вокзала и отправился по своим делам. Развозить пассажиров и товары. Но в один момент подул сильный ветер. Поезд не удержался на рельсах и опрокинулся. Произошла страшная авария. Но самое страшное было только впереди. Наступила ночь. И мощный, быстрый поезд превратился в призрака. Он стал очень злым. Он разозлился на этот мир и стал убивать людей. С тех пор никто не может остановить страшный поезд-призрак. Для него нет преград. Он появляется везде, где есть рельсы. И самое страшное это то, что он может передвигаться по пустой дороге. Ему не обязательно иметь рельсы. Он может ездить где хочет. Страшный поезд-призрак охотится за всеми, кто проходит мимо железнодорожных путей. Ночью он выходит на охоту и убивает всех. Никому не скрыться от страшного поезда-призрака. Если увидите его, срочно бегите. Ведь страшный поезд-призрак никогда не спит. И чует свою жертву за тысячи километров. Говорят, что он обитает неподалеку в этих местах. Рядом с нами, в этих местах, капец ты сказочник лысый. В смысле? Реально, парни, этот поезд-призрак? Он на туре, вот здесь там железная дорога есть, он тут обитает. Я специально это место выбрал, чтобы пострашнее было. Да, всё, всё, Димон. Страшный, конечно, но это всё выдумки. А скоро стемнеет, и придёт этот поезд-призрак, и бобяна за жопу как схватит. М-м. Да-да. Так оно и будет. Слушайте, парни, что-то у костра, конечно, весело, но я подмёрз. Может, в дом пойдём? Тем более, уже ночь скоро. Ну, кстати, да, уже потемнело. А мы так дома не зашли. Может, там PlayStation есть? Нет, там вроде только этот, настольный футбол. Настольный футбол и всё? А бильярд? Нету, слышь, ты костёрчик-то за собой потуши, Андрюха. А, точно, точно, безопасность пожарная превыше всего. Да. О, какой! Всё задул! Иракл, Иркутий! Ага! Ладно, погнали в дом, парни, побежали. М-да, на туре рванули парнем. Э! Чё встал-то? А вы посмотрите на железную дорогу. Это же... Это же то, о чём я рассказывал. Поезд-призрак. Ё-моё, парни, чё-то мне страшно. Я думал, это страшная история-сказка. Подожди, обычный поезд, ты чё? Нет, Андрюх, посмотри, это поезд-призрак. Да мы просто в синий покрасили и всё. Шо ты тут распереживался? Слышь. О, поехал. Ё-моё. А чё, он с 3 сошёл, что ли? Куда он приехал? Ё-моё, ё-моё! Он прям к нам поехал! Подожди, Бобиан! Бобиан! Ты видел? Андрюха! Он убил Бобиана, я видел! О, переехал! Поезд-призрак убил Бобиса! Это всё правда, что ли? Может, он живой? Помоги ему. Бобик, он мёртвый. Смотри, его пополам поломало. Андрюха, давай в дом! А ты думаешь, он в дом не заедет? Я думаю, не заедет. Давай в дом быстрее, там спрячемся. Давай попробуем, открывай. О, блин, заходи быстрее. Сейчас я всё закрою. Ты видел, он реально его пополам переехал. Там Бобяна скрутил, а так он вообще не выживет никак. Слышь, Андрюха, я-то думал, это просто страшная история. А это, оказывается, правда. А я-то как думал, что это страшная история, Димон? Это оказалось правдой. Бобиса убили. Сейчас и нас он убьёт. А ну, дай посмотрю. Надо маме позвонить. Ё-моё, настоящий поезд-призрак. Мне страшно, что делать будем? А может, тут что-то это... Какое-нибудь оружие есть? Палка, ковырялка, копалка. Так, Андрюха, ты пока... Маме, звони с телефона пока. Я пойду посмотрю, что там есть. Может, что найду. Посмотри наверху. Да, сейчас подымусь. Надеюсь, что-нибудь будет здесь. Так, может, тут что-то... Тут пусто. А там куда-то ушёл этот поезд-призрак. Капец, это очень страшно. Так, в ванной тоже ничего. Андрюх, у меня пусто. Вообще ничего нет. О! Ого! Меч. Катана может этим попробовать. Возьму катану. А Андрюха пусть меч возьмёт, если что. Андрюх! В смысле не звонить сюда больше? Что, посадите? Нет, нет. Всё, не буду звонить. До свидания, всего хорошего. Ты кому позвонил? Ну, я позвонил маме сначала. Она сказала, ты что, дурачок? Давай домой возвращайся скорее. И бросила трубку. Ну, я потом решил, полиции позвоню. Скажу, что тут поезд-призрак из старых рассказов. Они сказали, что ещё раз позвоните, всё. Вас спасают в тюрьму. Я больше звонить не буду, Димон, в полицию. Короче, нам никто не поверил из взрослых, да? Угу, типа того сказали. Вы что, шутите? Шутки тут. Смотри, я катану нашёл. И там ещё есть меч. Ты поздоровее, он потяжелее. Иди, возьми. Ого себе, ты настоящий самурай, Димон. Тебе не хватает самурайской брони. А, да пофиг мне. Вон на стенке висит. Возьми, давай отсюда это, сваливать. Если сейчас встретим этот поезд-призрак, попробуем его разрубить на части. Если не получится, уедем. А ты думаешь, получится он же это, призрак? Из эктоплазмы там все дела. Не знаю, Андрюха. Я вообще думал, это всё сказки. Угу. Так, вроде нет его. Что, где он? А вон он, Андрюха. Давай, за Боббиса. Он же, Боббиса доедает. Он, походу, Боббиса доедает. Бей его. Это тебе за Боббиса. Он велики раскинул. Ёкарный Боббар. С моим велосипедом. Блин, там и Боббиса велик, и твой. Твой вообще вдалеке. Ё-моё. Помогите кто-нибудь, никто не поверил. Сейчас я ему, Андрюха, прям по комполу, со всей дури этому поезду-призраку, как в Дарью. Получай, гадёныш. Слышь, поезд-призрак бьёт очень сильно. Да, бьёт, как не призрак. Слышь, Андрюха, по-моему, это гиблое дело. Тебе так не кажется? Ну, походу, да, мы его так не порежем. Это было глупо, надеяться на это. Это точно. Чё будем делать? Может, свалим? Ну, давай попробуем убежать. Бобяну, Рассуня вернусь, он там переломан. Давай, Андрюх, я на велике попробую. Ты, если чё, пешком. Окей, Димон. Давай, давай, беги за мной, Андрюха. Димон, давай быстрее ездить, я, может, я запрыгну. А вот он, велик. Славим, давай на велик, быстрее садись. Димон. Блин, подними меня. Сейчас, сейчас, погони, брат. Давай, Димон, вставай. Поднимай меня. Он к Бобяну опять подъехал. Блин, в глазах мутит. Где он? Ты видишь? Да вот он там. Он опять к Бобяну, и за нами он, слышишь, Андрюха, он? Ё-моё, бежит. Ладно, давай просто тогда, на своих двоих. Так безопаснее, походу, будет. Он за нами, этот прицеп. Велик мой разбил ещё. Ладно, сваливаем, Андрюха, убегаем. Велики жалко. Бежим, 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 бежим. Съездили на кемпинг, называется. Ммм, рассказал историю, призвал монстра, Димон. Да я не хотел. Всё, Андрюх, вроде как оторвались, да, от него? Не знаю, не знаю, давно не смотрел назад. О, погоди, нет, вон он там, вдалеке. О, видишь его, в натуре он там, походу, ищет в лесу. Да, ищет, ходит. Смотри, там какое-то здание, Андрюх. Ого себе. Может, там сможем укрыться. Давай посмотрим, что это такое вообще. Там как будто бы церковь какая-то. Давай попробуем туда дойти. Давай, брат. Надо туда сходить, посмотреть, что там такое вообще. О, тут забор везде. Это, походу, вообще, слышишь, кладбище. Кладбище? А там вон свет горит, Андрюха. Там люди есть в окне. А, слышишь, там в натуре люди, Димон. Да, давай перепрыгивай забор. Пойдём, послушаем, что там говорят. Давай. Аккуратно только. Так, Андрюх, смотри, я сейчас это. Вот так вот, через окно. Давай на ящики, давай на ящики посмотри. А ну, тихо. Что, говорят что-то? Да что-то говорят. Духи, явитесь. Духи, явитесь. Там плохо видно, но что-то говорят, каких-то духов вызывают. Пойдём, помощи попросим. Слышь, Димон. Ну. А ты уверен, что стоит? Может, там психи какие-то духов вызывают? Да какие психи? У тебя есть варианты? Хоть, чтоб нас этот поезд-призрак сожрал. Ну, вообще нет. Давай лучше зайдём тогда, попробуем спрятаться у них. Да, давай. Здрасте, здрасте, люди. Помогите, пожалуйста. За нами гонится призрак поезд. Святой отец, смотрите. А вот и духи явились. Что мы будем с ними делать? Какие духи? Мы люди. Э, какие духи? Мы настоящие люди. Вы что, совсем с ума посходили? За нами гонится призрак поезд. Дети мои. Уничтожат духов. Изгнайте их из этого священного места. Да мы не духи никакие. Мы люди. Капец, это что такое? Бей их, Андрюха. Они думают, что мы духи. Слышишь? На туре психи какие-то поехавшие. Они вызывали каких-то духов. Потом пришли мы. Они подумали, что мы духи. Ага, на туре. А мы не духи. Откуда у них еще оружие? Я не знаю. Какие-то сектанты, Андрюха. Это секта. Фанатики. Да. Кашка тоже с арбалетом стреляла по нам. Да. Слышь, Андрюх. Блин, я думал, они нам помогут. А они подумали, что мы духи. Хотели нас уничтожить. Кто теперь нам поможет? Ну, слушай, у них стволы были. Может быть, они могут что-то помочь нам как-то. Точно, точно. Давай подберем оружие у них. Бери. Я вот возьму, наверное, здесь. А ты вон снайперку или как? Да я вот, пистолет-пулемет взял. А, я сейчас тоже возьму. Может, такой пушкой, да, получится? Ну, да, может и выйдет, но я не уверен, если честно. Если честно, Андрюх, я тоже не уверен. Но тут еще, смотри, магнум был. А ну, больно будет? Больно? Ты что делаешь? Псих, что ли, тоже духа увидел во мне? Слышь, так это настоящие пушки. Может, реально убьем этот... А ты думал, резиновые? Призрак. Слушай, Андрюх, а разве призрака можно убить оружием человеческим? Я не знаю, но он же все же поезд. Сначала идет поезд, а потом призрак. Ну да, ты прав, поезд призрак. Если призраку нельзя, но поезд-то можно. Да, правильно. Ну вот, пойдем тогда, Андрюха, сейчас ему покажем, где раки зимуют и покажем, какие на вкус наши патроны. Слышь, а лучше свалить на самом деле. Да уже нет выбора. Нет выбора, Андрюха, придется драться, он уже здесь. Офигеть, как он нас нашел. Смотри, я его сейчас взорву, Андрюха, сейчас взорву его. Вот так, сосед дури. Слушай, что-то его не вижу. А, нет, он вот здесь. Да здесь, 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 патроны кончились. Куда уничтожил? Он суперопасный. Ты что? Давай его. А я сейчас с Магдума, может, ему тоже больно будет. Ого, он еще прыгать умеет. Нет, не больно ему, Андрюха, он не как ты, он сильный. В смысле, не как я, тоже сильный. Ну ты сразу заплакал после выстрела, а он вон бегает, ездит. Как он вообще без рельс катается, а? Ну, как твои истории рассказывалось, это же старый рассказ. Точно, смотри, Андрюх, там вон какое-то здание, видишь? Давай туда. Думаешь, мы там сможем укрыться? Не знаю, иначе он нас сейчас ноги поломает. Давай сюда быстрее забегай. А то сейчас приедет как плотиана. Захочи, закрывай, закрывай, закрывай. Закрыться, закрыться, ёбой, дверь. Да закрывай, Андрюха. Только ты мне застрял в двери. Ой, ё-моё, ты чё так медленно? Чё тебе это, не погибли там? Ну-ка, чё там? Так, тут машина, но она не на ходу. Ну, видишь, колесо вон спущено. А, тут вообще, да, она не на ходу. Мёртвая тачка. Так, здесь пусто. Здесь ничего, Андрюха, нету. Ищи, может что-то будет. Там туалет. А тут второй этаж пробовал заходить? Нет, нет, давай на второй этаж пойдём поднимемся. Если патроны кончат, если ты ему поезду, уходи бы хны. Да, это точно. Так, здесь чисто. Опа. Опа. Это кто тут жил такой интересный, смотрите-ка. Опа. Андрюха, РПГ какие видел, а? Вот это тучка, если я тоже такую возьму. Ой, Андрюха, здесь ещё и патроны. Давай наверх вон, собирай, смотри. Давай, давай. От такого калибра, я думаю, он не устоит. Ну да, и поезд, и признак сразу же пропадут. Смотри, он там. Опа. Ты что сделал? Десант, Андрюха, погнали. Гаси его. Димон, ты настоящий псих, походу тебя покусали эти сектанты. В смысле? Я вообще кавабанга, моё второе имя, Андрюха. Ты с третьего этажа спрыгнул, ты что делаешь? Нормально, у меня, кстати, осталось всего лишь 4 патрона. Ну тогда стреляй там, с чего есть другого. Не попал, не попал, Андрюха. Знаешь, что мне кажется? Да. Андрюха, мне кажется, нам нужно вдвоём одновременно выстрелить с РПГ. Это двойной урон будет. Да, и мы его сможем зафигарить. Ну давай выйдем оттуда, тут тесновато. Давай, давай, Андрюх, давай, выходим. Так, РПГ достаю. Доставай, сейчас погоди, отходим назад. Готов, Андрюха? Ну быстрей, быстрей, да готов, я готов. Готов стрелять, давай. Давай, раз, два. Он сейчас меня сдарьёшь. Подожди, три. Мы промазали или что? Мы промазали, мы не попали. Подожди, подожди ещё раз. Ещё раз, раз, два, три. Вау. Хватило одной моей. Слушай, походу реально базука разорвали молодого поезда. Мы просто не попадали ни разу, всё мимо было. А вот тут я один раз попал, и он подзарвался. Да ракеты какие-то странные, походу бракованные были. Слышь, Андрюх, а чё с Бобианом делать? Слушай, ты его маме звони, рассказывай, что он умер, его поезд переехал. Нет, ты сам говори, я не буду. Я не буду тоже звонить. Можно написать, кстати, ещё новую историю насчёт страшного Бобиана. Типа жил-был Бобиан, потом его поезд переехал, и он стал Боби-с-призрак. Ха-ха-ха, чё в натуре? Да, давай сделаем такую историю потом. Ну давай-давай. Ладно, пойдём домой. О, смотри. Хе-хе. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам всё понравилось. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. На вас сегодня веселили, развлекали. Конечно, как всегда, овер, фоне и Боби. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем баю-бай, дорогие друзья. Ага, чуваки. Субтитры сделал DimaTorzok